Новая эра – общее будущее. Под таким названием Шахая начала работу международная выставка импорта. В Китай уже прибыли представители 152 стран, регионов и международных организаций. В этом масштабном мероприятии активное участие принимает и Азербайджан. Тематические разделы выставки в этом году включают автомобильную промышленность, высокотехнологичное оборудование и информационные технологии, потребительские товары, различные услуги, продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, медицинское оборудование и лекарственные препараты. «Наша фармацевтическая компания посещала все выставки в Шанхае за последние 7 лет. Мы действительно стали свидетелями того, как наша продукция завоевала свое место на рынке благодаря этому мероприятию. Нашими препаратами уже воспользовались 10 тысяч пациентов Китая. Мы хотим как можно скорее доставить в Китай быстродействующие инновационные продукты, чтобы принести пользу как можно большему количеству пациентов». С момента премьеры в 2018 году выставка в Шанхае стала важной площадкой, освещающей новое направление развития Китая. По данным статистики, в ближайшие пять лет Поднебесная импортирует товары и услуги на сумму 10 трлн долларов США. Это открывает колоссальные возможности для предприятий различных стран по продвижению своей продукции на китайском рынке. «Сейчас в центре внимания, наряду с упрощением процедуры иностранных инвестиций, находится и политика качественного инновационного развития биофармацевтического сектора. Об этом свидетельствуют меморандумы о взаимопонимании, которые уже подписаны, и те, что находятся в разработке. Таким образом, эта среда является чрезвычайно позитивной и обнадёживающей для транснациональных корпораций. И именно поэтому Pfizer и другие транснациональные корпорации столь уверены в себе». Международная выставка импорта в Шанхае продлится до 10 ноября. Китай является самой населённой страной мира и второй по величине экономикой. Представляет огромный интерес для экспортеров со всего мира. Организаторами выставки выступают Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая.